Упавшее яблоко вызвало невероятный восторг у Ньютона. Это было наблюдение. Никоим образом это не является каким-либо научным законом. Даже сегодня не существует математической базы для него. Были проведены всевозможные расчеты, но никто так и не пришел к решению. Это лишь наблюдение, которое можно сделать, упав с двухметровой высоты. Вы сможете ясно наблюдать, что падаете только вниз. Яблоко упало вниз, но то, что целое дерево выросло вверх, никто не заметил. Так что во Вселенной функционирует что-то, без чего вы не можете существовать. Вместо благости йоги нам нужно было сказать «йога благости». Но благость йоги – это то, с чем вы делаете себя более доступными для благости, чем для гравитации. И если вы доступны для гравитации, вы станете еще одним существом на этой планете. Ничего плохого. Просто это очень ограниченное существование. Вот и все. Если что-нибудь неправильное в кузнечике, червяке, таракане, воробье, с ними что-нибудь не так, с ними все в порядке. Они прекрасная жизнь сами по себе. Просто ограниченная жизнь. Вот и все. Ограниченная возможность. Важность человеческого существования в том, что у вас есть возможности, намного большие, чем у червяка. Вот что важно. Но все эти люди, которые стремятся к безопасности в своей жизни, превращают безопасность в единственный ключевой аспект жизни. Любой выбор в своей жизни, они принимают с оглядкой на безопасность. На ком жениться — это вопрос безопасности для них. Сколько заводить детей — вопрос безопасности. Чем заниматься или не заниматься сегодня — вопрос безопасности. Если вы слишком озабочены физическим выживанием, тогда вы живете на уровне кузнечика. Нет. Кузнечик наслаждается жизнью. Это вы тоже считаете опасным. Земляной червь, но он очень полезен для земли, в отличие от вас. Вот в чем проблема. Благость йоги означает стать доступным для благости. Благость присутствует всегда. Иначе не было бы мироздания. Из-за недостатка терминов мы используем слово «благость». Так что важно стать более доступными для благости, чтобы ваша жизнь была на подъеме. Вы больше не будете переживать по мелочам, что я сегодня буду есть, где я буду спать, что происходит, что должно и не должно произойти. Все это вас больше не беспокоит. Каков я сегодня? Насколько глубоко мое восприятие жизни? Именно это становится вашей заботой, когда есть благость.